Традиция, которую могут лишить. Сегодня в центре Новосибирска на пикет вышли люди с вениками и тазами. Люди возмущены идеей городских властей закрыть на реконструкцию единственную на три района общественную муниципальную баню и временно передать ее в частные руки. Что беспокоит собравшихся и почему они считают, что ремонт зданию не нужен, расскажет Александр Могилин. Мы любим свою баню, мы не хотим ее никому отдавать. Не хотим, чтобы за счет нас за последнее уже все наживался кто-то. Пусть они подумают как следует, что они делают. Опасения любителей попариться не беспочвены. Совсем скоро эту баню закроют на реконструкцию. Ее будет проводить не муниципальная, а частная компания. За свой счет. Взамен городские власти передадут заведение предпринимателям на несколько лет. Такой поворот событий не устраивает участников пикета. Все бани закрыты. Кропоткинскую закрыли, Федоровскую закрыли. Вот здесь я имею в виду. Последнюю баню хотят закрыть. Вот в этом округе. В эту баню не только люди ходят, которые здесь живут. По условиям консессионного соглашения после ремонта новые владельцы будут пускать льготников попариться только один день в неделю. Сейчас можно в любой из пяти рабочих дней. Пенсионеры уверены, их права ущемляют. Почему толстосумом все, а тем беднейшему населению, к которому относятся пенсионеры, значит, тем ничего, даже последнюю радостью людей, чтобы помыться в человеческих условиях, даже это готово поправить. Сотрудники бани тоже недоумевают. Получили уведомление о сокращении через два месяца. И дело не только в том, что люди потеряют работу. Им непонятно, зачем вообще нужна глобальная реконструкция, да еще и от частной фирмы. Здесь два года назад был ремонт. Достойный ремонт. Мы на долгое время закрывались. Трещин каких-то таких или повреждений я не заметила. Но делалось все очень хорошо. И я знаю, что на это очень было большие средства потрачено. Единственное, что действительно нужно сделать – отремонтировать фасад здания и укрепить фундамент, считают участники пикета. Но нужно ли для этого закрывать баню и передавать ее кому-то? Любители попалица намерены защищать место своих встреч и отдыха до последнего. Концессионера, которому передадут баню, власти Новосибирска пока не нашли. И учреждение еще работает. Протестующие хотят использовать это время, чтобы убедить мэрию оставить все как есть и не отдавать здание, пусть даже на время, в чужие руки. Александр Могилин, Василий Тополев. Новости ОТС.